Добрый день, уважаемые зрители канала Садовый мир. Сегодня я предлагаю с вами обсудить очень важный вопрос, как поддержать рассаду после высадки в грунт. Ведь каждому садоводу известно, что с любовью выращенные наши растения, попав совершенно в другие условия, отличные от комнатных условий выращивания, начинают страдать. Они испытывают колоссальный стресс, получают микротравмы корней при пересадке, получают солнечные ожоги, если мы высаживаем рассаду в открытый грунт, либо в теплицу в очень яркий солнечный день, потому что процесс высадки растягивается на какое-то время, и ожоги неизбежны. Температурные качели, то есть разница между ночной температурой и дневной, либо разницей в температуре выращивания в квартире и в открытом грунте, тоже неблагоприятно сказываются на условия произрастания рассада. Что происходит? Наши бедные растения начинают страдать и тратить драгоценные силы на адаптацию к новым условиям. Ведь изменяется питательный состав почвы, температурный режим, условия освещенности, и они страдают. В этом году я особенно переживаю за высаженную рассаду баклажан и перцев. Почему? В мае в Нижегородской области, где мы проживаем, случились аномальные условия высадки рассады. Было очень жарко, веяли сухие ветра, светило яркое солнце, и рассада, которая у нас в изнежных условиях произрастала в квартире, была высажена, пускай даже под притенение, в тоннеле. Она очень страдала от жары. В первые дни у меня саженцы потеряли тургра, то есть сильно увяли. Листочки, тряпочки буквально висели до самой земли. Несмотря на то, что мы ее поливали, а каждый садовоз знает, что баклажан не любит переполива, и не было возможности рассаду отлить, плачевное буквально было состояние. Плюс появились ожоги. Если посмотреть на листья, особенно нижние, которые более старые, перед пересадкой они пострадали, потому что какое-то время высадка заняла перед тем, как скрыть растения, высаженные в тоннель. Это не сделать за 2-3 минуты, потому что процесс трудоемкий, и растения получили ожоги. Они от этого тоже страдают. После недели с лишним аномальной жары, 29-30 градусов днем, вы представляете, даже в тоннеле они у меня ожарились, спонбонд 40-й номер даже не спасал. Растения стояли вялые, пожелтели. Потом пришло новое испытание. У нас резко в течение одного дня похолодало, и дневные температуры достигли плюс 5-8 градусов, а ночью было даже холоднее. Два дня назад у нас ударили заморозки, пришли возвратные холода, и на почве было ночью, мы смотрели, замеряли температуру минус 4 градуса. Вы представляете, какой колоссальный стресс испытали высаженные баклажаны и перцы? Потому что остальные культуры у меня высажены в теплице, и там температурный режим был более благоприятный, плюс притенение в большем объеме сыграло благотворную роль. Перцы и баклажаны сейчас находятся, конечно, в плачевном состоянии. Вы видите, что они пожелтели. Буквально вот только серединка зеленая, поскольку точка роста борется за жизнь. Листва желтые, поэтому я сделала, что обмен в тканях нарушен, и растение нужно поддержать. Как это сделать? Я буду применять такой чудо-препарат от Relict Organic, Relict R. Сейчас я вам подробно расскажу об нем. А теперь давайте подробнее познакомимся с этим препаратом. Напомню, называется Relict R. Этот препарат на основе высокотехнологичной переработки бурого угля и относится полностью к природным компонентам. Он состоит из куминовых и фульвокислот, очень полезных для растений, и микроэлементов, которые находятся в составе этого препарата в доступной хилатной для растений форме. Его очень удобно разводить. Он находится в жидкой субстанции, в удобной упаковке. Посмотрите. Достаточно одного колпачка на 10 литров воды, чтобы произвести удобрительный полив на 1 квадратный метр. Этот препарат удобно использовать в качестве вне корневой подкомки с помощью опрыскивания, либо непосредственно под корень проблемных наших растений. Сегодня я произведу неудобрительный полив, поскольку почва достаточно влажная. Если заглянуть под мульчу, почва влажная, поэтому переизбыток влаги для растений сейчас в таком плачевном состоянии будет неблагоприятен. Поэтому мы произведем подкармливающую подкормку именно по листу путем опрыскивания. Для этого нам нужно сделать готовый раствор. Крышечка упаковки бутылки с биопрепаратами является в то же время мерной. Достаточно на 10 литров чистой воды одного колпачка. Это будет 15 мл. Добавляем ведро с чистой водой. Перемешиваем. Наш рабочий раствор для внекорневой подкормки полностью готов. Быстро и просто. Также, кроме пол-литровой бутылки, этот препарат выпускается и в литровой упаковке. Для удобства пользования кому-то необходимо большее количество этого препарата. А сейчас переливаем рабочий раствор в опрыскиватель и производим опрыскивание, в первую очередь, баклажанов, а потом перейдем к перцам. Рабочий раствор препарата Relict R от Relict Organic у нас в опрыскивателе. Еще раз повторю, какие основные задачи я буду решать внесением его в качестве внекорневой подкормки. Во-первых, это приживаемость рассада. Для меня это сейчас первый очередной вопрос. Во-вторых, повышение урожая, улучшение вкусовых качеств плодов, которые я буду в дальнейшем собирать. И, несомненно, это улучшение качества почвы. Об этом я тоже потом подробно расскажу. А сейчас приступим к опрыскиванию. Помогаем моим баклажанчикам прийти в чувство. Производим опрыскивание каждого кустика. Препаратам, которые пойдут им на пользу. Они встрепенутся. Со временем наладится у нас цвет вегетативной части. Растение не будет тратить драгоценные силы на приживание. Обращаю внимание, что вышло солнышко. И сейчас после внекорневой подкормки, чтобы растение не получило дополнительных ожогов, я сразу грядку притяню. Оставлю только открытыми торцы, чтобы растение проветривалось. Наслаждалась всеми полезными веществами, которые получила сейчас при подкормке по листу. Оно нам спасибо скажет. Буквально через пару дней мы их не узнаем. Итак, все баклажаны у нас получили питательную внекорневую подкормку. Я их сейчас притяню, и мы перейдем уже к грядке с рассадой перцев. Мы перешли к грядке с высаженной рассадой перцев. Сразу увидите их плачевное состояние. Тут и солнечные ожоги, и потеря цвета за счет нарушения процесса фотосинтеза в тканях растений. Сейчас мы их опрыскаем раствором Relict-R. Они также у нас получат поддерживающую внекорневую подкормку. И о дальнейших результатах мы уже с вами поделимся позже. Сейчас я проведу опрыскивание. Питательный душ они получат. И заодно еще раз расскажу, почему же именно на этом препарате остановился свой выбор. Кроме колоссального положительного действия на сами растения, для меня важно, что этот препарат оказывает благотворное влияние на саму почву. Потому что я стараюсь вести работу и свою деятельность на земле в рамках органического земледелия, гуманного, щадящего, используя мульчирование, биопрепараты. Как можно меньше химии в уходе за растениями. А этот препарат, во-первых, поддерживает биоразнообразие почвенных бактерий, помогает разложению органических остатков под мульчей, то есть это будет комплексная работа, улучшает механический состав почвы. Путем ее обогащения повышает плодородие. Для меня это архиважно, поскольку почва у меня на участке довольно сложная. Я работаю над ее оккультуриванием. Отдельное слово хочу сказать о действиях этого препарата именно на почву. Не у всех у нас одинаковый слой на приусадебных участках. Многие районы находятся в зоне загрязнения, в промышленных зонах. А хочется вырастить экологически чистую, здоровую продукцию со своего приусадебного участка. Поэтому, если ваша почва пострадала от закисления, от негуманного, нерационального использования предыдущими хозяевами, или вами самими по незнанию, минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов, то этот препарат реликтоорганик связывает все эти компоненты, в том числе и тяжелые металлы, переводит их в недоступную для усвоения растениями форму. Растения просто не всасывают их из почвы, а берет только те вещества, которые находятся в доступной для них форме, питательные для построения вкусных, полезных плодов. Поэтому выход есть. Используйте этот препарат на своих загрязненных почвах. Также для меня особенно важно то, что препарат оказывает влияние положительно не только на почву и растения, а помогает накапливаться в плодах полезные витамины и микроэлементы. Особенно витамин С. Это важно для каждого садовода, поскольку мы их выращиваем для того, чтобы получить вкусные, полезные продукты. Препарат полностью безопасен. Можно работать даже аллергикой массматиком. Он гипоаллергенный, не накапливается. И, соответственно, если соблюдать правильно дозировку, растение получит полностью все питательные вещества. А мы – самые вкусные и питательные овощи и фрукты со своих приусадебных участков. Я не прощаюсь. Очень скоро мы с вами оценим результаты действия препарата, поделимся впечатлениями. И я думаю, что мои растения отблагодарят меня за заботу. И мы с вами посмотрим, как все в дальнейшем будет складываться в их счастливой вегетации на грядках. Всего доброго. До свидания.